стоял нас смотреть это 15 минут а здесь на миранках нас возня и пока ниша впереди в общем у квина такой немножко специфический hero pool то есть на шаду финдах он может когда-то играл там он когда-то играл и на снайперах да на паке он играет на имбире он играет номера здесь пуле нет опять же поэтому наверное нужно делать выводы такие шаду финды мирана и на копе он играть правда какой интересный кэфчик на малри надо 5 попов уже 5 а почему потому что на три крипа больше на 4 дина и больше у это прям это прямо я зря я согласен маларин очень хороший мидер кстати говоря очень хорошая акция от нашего партнера до по промокоду дача получите 1000 фрибетов без депозит кликайте на баннер по трансляции и регистрируйтесь можно двигаться в приложении на сайте в общем я к я к тому что в своем регионе на квалификации но маларин но у маларина конкурентов в своем регионе если отчасти это правда просто конкуренция хромает то есть дуб местами неплохо исполняет да но иногда он очень сильно проваливается и позволяет маларину там бегать 410 0 ну и слушай матч такой очень равненький плотненький нише бота бежит под вышку нажимает биф хочет зайти у него есть старшторм при этом понимает что и сам битый да то есть момент на тоненького динает крипочка и немножко по крипам вырывается вперед ну сколько 3 3 плюс 4 на 7 крипов лидирует в общей сложности да но и не сказать что 8 крипов это коэффициент 5 ой как больно ниши ниша сейчас вообще умереть может а он тп на базу нажимает и такой вот момент на интерес ненького что сейчас можно будет добрать крипов привести расходнички и в принципе выровняться по хотя бы по крипам до воспользоваться этим шансом пока ниши тут отсутствует ну мне кажется тут явно не игра на коэффициент 5 можно не на коэффициент 5 ниша чуть-чуть фаворит 2 и 5 наверное максимум в принципе видишь со штормером же была такая же игра гпк штормер там тоже поначалу они нос к нос ушли но потом просто на опыте гпк перемикрил да согласен хорошо а как-то кстати сетка идет может открыть сетку смотри да да у меня там выскакивают новости с телеги там гпк поддерживают ну само собой логично я понимаю да но не прям там постит все его игры победы здесь отношение к этому турниру соответствующие думаю гпк тоже чувствует некую ответственность ну и подида это хорошие деньги все-таки иметь звание лучшего мидера как бы турнира это очень престижно как мне кажется да конечно вот широ ори играют сейчас да то есть мы пока не видели кто там победил попадает на гпк малри ниша победитель на победителя а лтв складе и по моему верхняя сетка она прям такая очень сложная супер интересная ну а снизу наверное вот bzm сетсу или xm должны будут проходить это тоже был один это все и бодин мы это все часу видим у нас они отпустят раньше пока это будет не за нет я просто пытаюсь понять где было 3 начать вот здесь ты вчера он быстрее а то есть это сейчас играется верхняя сетка потом нижняя сетка ну как нижняя нижняя часть нижняя часть этого года так у нас здесь заруба нишу агрессирует нападает дерется как лев ну и кстати вот ниша похилился а по клепам резко начал доминировать ну молодец молодец здесь здесь в принципе ну наверное нижняя более опытный если сказать честно ну конечно он и форма хорошую всегда поддерживает но иногда но бывает что заливает к не иногда у ниши и прямо игра не клеится вот весь прошлый год он был супер стабильным только может конце он уже начал как бы терять когда у команды прям совсем не получалось когда ты три финала подряд просто там гладиатором заливаешь проигрываешь 3031 до условно то конечно теряется уже вот и опять идешь играть и ты опять видишь что гладиаторов такие же самые драфты которыми не тебя выигрывали раньше и что игра идет по абсолютно такому же сценарию но просто опускаются руки то что что ты не делал ты проигрываешь ну да нам говорят что будет гпк но мне кажется еще а как он будет прям шахнул у него секса али или шира победитель но это уже быстро требует старая запись а все ты меня на это самое так нам написали я продиктовал я вижу это все понят я вижу я читаю да я как бы парень простой что происходит где-то я вам комментирую ну и вот программа база здесь ниша стоит микрит кайфует тычхуется ноль ноль ну и наверное малрин он сейчас подозревает да очевидно он понимает чтобы крипа проигрывает что он должен сделать прилететь и нападать на нишу просто бить размениваться ну и как-то в полу сражения до убить если он не убивает у него проблемы если он как-то не провожает хотя бы на базу здесь два же нишу у него проблемы ему нужно прям час на всех парах пчатся прыгать нишу убивать его размениваться выгодно у него здесь паска закупа идентичный тут три брейсера в рейсбэн там три брейсера в рейсбэн ну все вот момент истины все или чего потому что времени так много три с половиной минутки да да маларинчик правильно я тебе говорю нужно действовать все-таки best of 1 но понятное дело некий дисбаланс носит хотелось бы хотя бы на двух героев сыграть против противника тем более два профильных предлайн я думаю мы это еще увидим отлично задолжу две стрелу но с другой стороны дойдут сильнейшие там быстро 3 неважно всегда можно думать быстро ты проиграл такой давайте быстро в 5 как бы правило турнира все знали а там мы уже разберемся ниша не счет расходники здесь тоже расходнички ставят вард смотри он начинает прямо возить и варды и неужели правилами это не запрещается и вар тебе дает действительно можно сказать одно очко в копилку ниша пошел до конца и убивает это фб для ниши а причем на 13 минуте ферсблат и по крипам у него все супер хорошо и так он на базу сбегает вообще не парит скорее всего после этого уже не камбэкнуть слишком мало времени просто не убьешь за такой короткий промежу в принципе да уже такое ощущение вот я сегодня сколько раз сказал не камбэкнуть помешка до год я говорил что вот уже там на самом деле если первая пачка там плохо постоит ну в принципе ничего интересного не будет но учитывая что не был коэффициент 6 показал прям невероятный перформанс очень хорошую игру убил фб сделал переметил жестко да но в моменте просто ошибся и там на коэффициент 6 уже был на xm и такой нет камбэк невозможно но камбэк произошел здесь такое ощущение что вроде бы уже все гудгейм и времени слишком мало да и фраг есть и по крипам преимущество но мало ли мало ли сейчас отворит чудо кое чудо здесь можно сделать но из-за у него был дизолятор какой-то сломать вышку надо было бы конечно но по вышке поработать так плотно никто не даст в принципе мы еще ни одной игры не видели где ломали вышку да только торонто был близок да прям улынил выбора у него не было это был интересный муф от него попробовал но не получилось если герои такие ну как бы спамящие скиллами как тут вышку сломать и подруги героев то и него как бы наверное ты сломаешь вышку только если враг начнет скупиться на ресурсы и будет постоянно на базу бегать тогда ты ему можешь вышку сломать да там но это слишком сложно разыграть да ты пока ты эту скажу так вышку бьешь и тебе могут табло на прилетать там прописывать способностей по факту вышку ломать это на этих героях но практически нереально геймплей простой перемикрить в идеале убить бывает ресурс если враг ошибаюсь ты его убиваешь враг пока что не ошибается размены на своем хайграунде марина с хг как бы всегда бы не размениваться до сло гранда у тебя выпадает весы стоит быть аккуратнее ну и в принципе 20 секунд я думаю ниша уже может просто убежать на базу вот ему ничего делать не нужно все он даже умирает ну он уже номинально победил трасс правильно я под сядом да где угодно я туда